Да, Дуда, 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 Дуда Плей, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в очень интересную игру Время Деньги. Так, и сегодня мы будем играть под особым уровнем сложности, и, значит, зовут его Леонид. Вы опытный риэлтор, вы только что заключили хорошую сделку, переехали в новый город и готовы к новым вложениям. Так, наличные деньги 2 миллиона рублей, денежный поток минус 9 с половиной тысячи, свободное время 200 часов, привычки, алкоголь, рутины, ноутбук, аренда жилья. Так, ну что ж, начинаем. И, значит, его мечта, выбираем, значит, красная Феррари, обеспеченные дети, будущее ваших детей, образование, финансовая защита и здоровье, квартира в столице. Давайте выберем квартира в столице. Светы европейские апартаменты в одной из столиц старого цвета. Отлично. Так, ну что ж, начинаем играть. Так, посмотрим по расходам. Алкоголь, аренда жилья 5000, 5000 рублей нормально, потребительская корзина. Так, пассивов нет. Значит, навыки, путь к победе. Так, ну что ж, начинаем от... Так, образование, да? Ну, давайте выберем высшее образование, какое-нибудь экономическое, он же у нас, получается, занимается экономикой. Итак, а сфера в учет, то есть вмешательство от 3000. Так, да, берем. Идем дальше. Так, возможности. Давайте начнем кроме бизнеса. У нас есть 2 миллиона, поэтому мы можем выбрать крупный. Классическое искусство. Смотрим. Совершенно случайно вы находите объявление о продаже какой-то старинной для стоящей картины. Офигеть, полтора миллиона стоит? Блин, продаж какой-то старинной для стоящей картины из частной коллекции. Краем около услышали, что такое инвестирование может быть очень прибыльным. Нет, полтора миллиона мы потратим все деньги. Нет, отказаться. Так, страхование жилья. Нам всем кажется, что грабежи, пожары, изотопы происходят с кем-то еще. А с нами никогда. Добровольное страхование поддержит во случаях непредвиденных проблем. Так, расходы тысячи рублей. Ну, давай застрахуемся. Так. Мы застраховались. Так, опять образование. Смотри. Ну, давай образование, например, семинар. Так. Рынок классического искусства. Влечение алкоголизма. Да-да-да-да-да. Сэкономить 20 часов, сэкономить денег тысяча рублей и снизить потребительскую корзину на 25%. Хорошо. Согласен. Так, возможно. Давайте опять-таки возьмем бизнес, но не буду по-прикрупному брать. Возьмем к среднему. Ломбард. Вот. Да ломбард уже хорошо. Он нам будет приносить деньги. Купите действующий бизнес, как мир. Древний, как мир. Перспективы. Немного меньше тратить времени. Для этого необходимо управление экономическое образование. Хорошо. Цена 440 тысяч. Доходит от 22 до 36 тысяч. Согласен. Получаю. Доходы. Стоимость. Это у нас в пассиве, в актив идет. И время минус 60 часов. Так, вообще у нас еще много свободного времени. Так, пока денежный поток у нас 13 тысяч. Так, опа, смотри, сразу у нас доход вырос. 26 тысяч. Теперь мы начинаем зарабатывать деньги, а не тратить. Так, идем дальше. Трата денег. Я только что сказал, что не тратить деньги. Ремонт в квартире более нельзя откладывать. Стройматериалы, фурнитура, декор. Что сегодня на очереди? Цена 2 тысячи. Хорошо, ладно, заплатим. И 4 тысячи, ничего страшного. О, у нас еще полтора миллиона. Берем, знаешь что? Ну, давай. Недвижимость, может быть, попробуем. Или бизнес. Давай бизнес, средний бизнес. Современное искусство. Вы случайно посещаете выставку современного искусства. Что-то у вас вызывает недумение, что-то смех. Там же вы находите объявление о продаже этого бреда. Вы хотите купить эти работы? 300 тысяч стоит. Ой, о продаже этого бреда. Говорит, а что, бред? Не буду, значит, покупать? Ну, нет. Так, давай недвижимость возьмем. Возьмем малую сначала, да? Гараж, смотри. Обычный гараж. Такие арендуют для машин. Склады, мастерской, автосервис. Ипотека до 3 лет. Так это нам не интересно. Цена всего лишь 130 тысяч. Ну, доход небольшой, полторы тысячи. Берем. Так, доходы мы повышаем. Стоимость сюда, значит, в актив. И время 1 час. Ну, в принципе, время 1 час это немного. Поэтому мы его, гараж всегда, мы его всегда оставим, он всегда будет у нас. Окей. Так, что у нас получается? Зенежный поток уже 8 тысяч. Уже неплохо. Так, и у нас здесь высшее, давай высшее образование. Техническое, зачем мне техническое образование? Гуманитарное, маркетинг, управление. Управление нам нужно, давай. Так, расходы, это все понятно. Идем дальше. Оба. Так, квартира в столице. Светлые европейские апартаменты в одной из столиц старого света. Не хватает наличных кредит. Невозможен. 5 миллионов. Ну, ладно. Пока я не приобретаю эту квартиру. Пока у нас денег нет на эту квартиру. Так. Время с семьей. Многие навещают своих родных и близких в сезон. Отпусков и разъездов, куда дела стихают. Может быть, пора и себе дать передышку? Так, провести выходные с семьей или просто работать? Давай проведем время с семьей. Конечно. Почему бы и нет? Продолжительность 1 месяц. Ну, ладно. Времени у нас куча. Свободное время 142 часа. Так что, в принципе, можно провести время. Так, опять-таки, недвижимость либо бизнес. Бизнес. Давай попробуем бизнес. Давай попробуем средний бизнес. Давай малый. Давай попробуем малый. Ведение блога. Вы можете начать вести блог популярной сети Instagram. На поиск тем написания, съемку, публикацию и общение потребуется по 2-3 часа ежедневно. Возможно, вам удастся извлечь из этого выгоду в будущем. Чем лучше ваши социальные навыки и чем больше ваш жизненный опыт, тем больше шансов стать успешным блогером. А еще важно быть в хорошем настроении. Это чувствуется. Берем. Так, сцена тысячи требуется времени 40 часов. Так, стоимость сюда. А, подожди, стоимость куда? Так, расходы и доходы. Доходы. Нет. Расходы. А, в пассивы. В активы. А время сюда. Так, ну что ж. Следующий. Смотрим. Ох ты, ничего себе. Знакомый просит взаймы 100 тысяч. Ага. Дать, не дать. 100 тысяч это много. Поэтому нет, не буду давать. Или дать. Давай дадим. Че ж. Просит. Ну, хотя по правилам бизнеса, как бы, в долг не дают. Ну, ладно, попробуем. Вдруг он нам поможет потом. Ладно, дадим в долг. Посмотрим, отдаст деньги эти или нет. 100 тысяч. Так, кончился месяц. Сентябрь. Совет месяца. Если предполагаемая вам собственность не может приносить стабильный доход, задумайтесь, может быть, со временем ее ценность вырастет. И вы сможете заработать на перепродаже. Спасибо. Понятно. Так. О, ух ты, подожди. Резкое изменение курса. Аудиторская компания сообщает о том, что налоговые проверки в компании Росэнерго выявили множество серьезных нарушений. Были начаты судебные разбирательства. Стоимость акции начинает падать. Так. Росэнерго. Типа мы можем на биржу сходить посмотреть Росэнерго. Начнет падать. Так. Ну, мы ничего не приобретали этих акций, поэтому нам эта такая информация не особо нужна. Так. Ну, у нас денежный поток дохода 20... А, денежный поток у нас небольшой, 300 всего лишь. Занятие спортом. Вы можете заняться своим здоровьем и записаться на постоянные тренировки. Час-полтора по вечерам, два раза в неделю будет достаточно. Требуется времени 12 часов. Так, премиум. Так. Спортом займемся? Давай займемся. Почему нет? Денег много у нас. Все нормально. Время, здоровье. Это хорошо. Тем более алкоголь мы бросаем пить. Так. Ну, что ж. Недвижимость. Давай среднюю возьмем. Офигеть. Вот это средняя недвижимость, которая стоит почти 4 миллиона. Триплекс. Трехэтажный дом для двух семей. Стабильный доход от долгосрочной аренды. Ипотека до 30 лет есть. Так. Не хватает наличных и кредит нам не дадут. Ну, что ж. Отказываемся. Угу. А, кстати, можно перепродать эту возможность другим игрокам. Так. Это если в онлайн что играешь? Нет. Ладно. Еще раз пробуем. Смотрим. Образование. Так. Семинар. Рыноклассического искусства. Ну, ладно. Попробуем. Офигеть. 100 тысяч нет. 50 тысяч нет. О, теория общения. Давай вот это. Что такое? Нетворкинг. Семинар о человеческих связях и взаимоотношениях. О деловых и личных контактах в социальных сетях. Вот. Как раз мне нужно. Я же блог веду. 5000 рублей. Развит. Платеж. Нормально. Берем его. Пока сильно деньги нельзя тратить. Ноябрь. Совет месяца. Не работайте до последнего часа и живите на последние деньги. И не живите на последние деньги. Имейте резерв на случай форс-мажоров. В случае силы нехватки времени вы не сможете заработать того, что планировали. Спасибо. Так. Бизнес. Берем. Малый. Если денег вообще мало. Средний там вообще дорого все. Репетиторство. Превратите ваше свободное время в деньги. Так. У нас буквально 94 часа. Нормально. 97 часов. Перспективы. Увеличить прибыль. Для этого необходим маркетинговое гуманитарное образование. Так. У меня оно есть? Наверное есть. Пацана 4000 стоит, а доходы 2600 и 400. Требуется времени 22-34 часа прибыли через 1-2 месяца. Ну почему? Прибыль это хорошо. Так. Беру. Берем. Время у нас сейчас. По-моему, время уменьшается. Тоже, что мы. Так. Бизнес. Так. Что у нас по бизнесу? Дорого, да? Все. Давай недвижимость. Малую посмотрим. Вот. Смотри. Заброшенный 6 соток. Заброшенный и заросший участок в садовом хозяйстве. Продается из городского аукциона. Ипотека до 5 лет. Так. Это мне не интересно. Цена 10 тысяч рублей. Берем. Заброшенная земля. А потом мы улучшим и продадим хорошенечко, заработав на этом. Хорошо. Идем дальше. Декабрь. Совет месяца. Большие доходы к большим тратам. Ваши траты и ваша потребительская корзина всегда будут расти с увеличением вашего состояния. Изначально корзина всегда составляет 15% дохода, но не ниже прожиточного минимума. Кликните по составу корзины в балансе, чтобы узнать ее состав. Ну что у нас денежный поток за 2 600? Мало. Так. Трата времени. Конкретная, но объемное дело пугает своей масштабностью. Не ясно с чего начать и куда двигаться. А в итоге задача просто стоит на одном месте, пока вы ходите вокруг да около. Вам не хватает мотивации на работу. Так. Соглашаемся? Соглашаемся. Требуется 50 часов времени. Ага. Так. А у нас свободное время 9 часов стал офигеть. Ладно. Так, вы успешно закончили курсы. Первая прибыль. Репетиторство. Актив репетиторство стал приносить 2900 в месяц. Нормально. Смотри, ниже будет 3640. Сейчас увеличится. Так. Опа. 4 600. Нормально. Хорошо. Так. Ну у нас денег-то еще нормально. Миллион триста. Поэтому мы возьмем недвижимость. Возьмем малую. Рекламный щит. Участок земли и сама конструкция можно сдать в субаренду агентства. Так. А цена стоит 200 тысяч. Доходы 5 тысяч. Берем? Берем обязательно. Эх. Когда у нас окупится она? Так. Доходы. Смотри, у нас получается доходы. Ладно, сейчас мы это все так раскидаем. И тем более у нас по времени там 15 часов. Поэтому только на малую нам придется это все тратить. Денежный поток 8 тысяч. Нормально? В принципе, хорошо. Опа. У нас еще друг же 100 тысяч должен. Надо ему это, чтобы я вернул деньги там. Ломбахте, смотри. Примите решение. Сторожил вашего бизнеса опытный сотрудник. Наберем уходить и искать новое рабочее место. Что вы предпримите? Так. Предложите ему 30% доли. Поднять ему зарплату. Или с катертью дорога. Эх. Так, так, так. Подумаем. Ну, давайте поднимем немножко зарплату. Расходы 8 тысяч. Нет. Нет. С катертью дорога. Я не могу все деньги тебе отдать. Ну, у меня же все равно от ломбарта сохранился, да? 26 тысяч. Сейчас посмотрим. Так, значит, недвижимость берем малую и смотрим. Опять еще один рекламный щит. Так, доходы 4 тысячи. Нормально. Участок земли. Все берем. Так, у нас что получается по доходу? Доход у нас идет дешевый рекламный щит. И рекламный щит у меня 2 есть, да? И мне приносит 4,5 и 5,5. Так, денежный поток у меня увеличился, в принципе, 11 тысяч. А расходы, на что я трачу? Только денег там. Ага. Так, 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 так. Так, ваше образование получаю по времени и навыки квартиры в столице. Это мне неинтересно. Ну что ж, еще раз уйдем, проходим. Это что такое? Прокрастинация? Перенесите сюда статью из баланса, которую требуется вычеркнуть. А, сейчас меня увеличат времени. Смотри. Тыщ. Есть. Очень хорошо. 64 часа освободилось. Так, берем бизнес, берем малый бизнес. Написание книги берем. У вас появляется мысль написать книгу на интересную тему. Когда вы закончите ее, можно будет продать зафиксированную сумму или отчисление с продаж. Чем больше у вас жизненный опыт, тем больше шансов написать хорошую книгу. Соглашаюсь. Отлично. Беру. Все нормально. Все нормально, не бойся. Дережный поток уже 11 тысяч. Ну что ж, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем эту серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте уведомления о новых роликах. Ну а плейлист будет под описанием. Полное прохождение всей этой игры. Всем пока-пока. До новых встреч.